Как правильно тренировать руки? Большие и мускулистые руки – мечта любого мужчины. Однако, несмотря на то, что абсолютно большинство новичков, приходя в зал, начинают тренировать именно руки, почему-то этот тренинг не даёт никаких результатов. 70% посетителей тренажёрного зала бросают свои тренировки в течение года в связи с неоправданными ожиданиями. Давайте же сегодня научим эти ожидания, разобрав ключевые ошибки накачки мощных рук. Трицепс или бицепс? Что качается? Слово «рука» у нас почти всегда связано с бицепсом. Однако, эта ассоциация ложная. Ведь бицепс составляет только 30%, а трицепс в свою очередь занимает аж 70% в объёме руки любого культуриста. Вывод. Подъём штанги на бицепс менее эффективен, нежели французский жим, лёжа или любое другое упражнение на трицепс. Однако, следует ли из этого, что нужно бросить тренировку бицепса, заняться трицепсом и тогда у вас начнётся рост? Нет, не следует. Чтобы максимально эффективно тренировать руки, вам необходимо тренировать как бицепс, так и трицепс. Вы ведь не будете тренировать палец, чтобы накачать кулак. Суперкомпенсация. Что это и как оно работает? Вторая по распространённости проблема заключается либо в перетренированности, либо в недотренированности. Дело в том, что нашим мышцам для того, чтобы расти, нужен отдых и восстановление. Кроме того, после восстановления должно пройти ещё какое-то время, чтобы сама мышца успела вырасти. Именно по прошествию этого периода вы должны потренироваться, чтобы продолжать рост. Однако, как всё случается на деле? Тренировка зачастую начинается по чётко запланированному графику. Отход, от которого для фанатик смерти подобен. И вот этот фанатик идёт на тренировку. Он не обращает внимания на то, что не спал всю ночь и только вчера тренировал эти самые руки. Он тренируется. Тренируется и не достигает даже того результата, который бы был достигнут на прошлой тренировке. В чём тут дело? Дело в перетренированности. Мышцы разрушены предыдущей тренировкой и даже не восстановились, не говоря уже о суперкомпенсации. И так продолжается за дня в день. Мышцы не растут. Фанатик покидает спортзал и рассказывает о том, что натуральный бодибилдинг невозможен. А все качки химики. То же самое происходит и с недотренированностью. Какой-нибудь офисный планктон захаживает в спортзал раз в неделю, чтобы перевести себя в нормальный вид. Однако он не учитывает, что через неделю мышцы не только восстановятся, но и наступит и пройдёт суперкомпенсация. В итоге к следующей тренировке мышцы уже растренированы. Наш воображаемый подопытный покидает спортзал и материт качков химиков. Я новичок и у меня не растут руки. Бывают ситуации, когда тренировка рук построена правильно. Сама тренировка проходит в день суперкомпенсации, но руки не растут. В таком случае вы либо 100-килограммовый атлет, достигший 100 килограммов сухого веса, в таком случае можете дальше видео не смотреть. Вы знаете больше, чем я. Либо же вы новичок, который тренирует только руки. Дело в том, что для роста ваших бицепсов и трицепсов можно тренировать их лишь косвенными базовыми упражнениями. То есть, если вы делаете жим лёжа, подтягивание, тягу штанги в наклоне, отжимание на брусьях и приседания, ваши руки будут расти и без дополнительных упражнений. Однако, если вы тренируете одни руки, не делая ничего вышеперечисленного, то у вас не вырастет вообще ничего. Поэтому для того, чтобы изолирующие упражнения для рук давали какой-то эффект, вам в любом случае придётся делать тяжёлые базовые упражнения. Именно они строят основную массу мышц. А все эти подъёмы на бицепс и французские жимы – лишь дополнение к правильно построенной тренировочной программе, акцентрированной на тяжёлых базовых упражнениях. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok